Хапсагай или карэш. Для японцев теперь это не просто слова. Традиционные боевые искусства разных народов России показали на фестивале единоборств, который прошел в Окинаве. Что о дипломатии на татаме думают на родине карате, выяснял наш собственный корреспондент в Японии Сергей Менгажев. В переводе с японского эта техника означает «черный тигр». Молниеносные движения бойца карате мощью и яростью действительно похожи на атаку дикого хищника. Японский остров Окинава – родина карате. Фестивали боевых искусств здесь проходят ежегодно, но такого тут не было никогда. Японские старцы с девятым данным карате с любопытством наблюдают, как под разудалый мотив. На ковре выступают мастера рубки. Это сокращение от рукопашного боя казаков. Люди в меховых одеждах для тропической Окинавы, конечно, настоящая экзотика. Якутские богатыри демонстрируют один из древнейших видов единоборств – хапсагай. Он упоминается даже в героическом эпосе якутов. А это бурятский составной лук Эбурномо. По сложности изготовления, надежности и долговечности не уступает самурайскому мячу. Не обязательно быть японцем, чтобы заметить и традиционная татарская борьба кореш, и бурятская бухе Барилдаан – борьба силачей. Когда соперника нужно повалить на ковер или заставить коснуться третьей точкой – по сути то же самое, что японская сумма. Когда встречаются боевые искусства, это значит, что ничего плохого в душе уже не остается. Если ты хочешь что-то сказать, если у тебя напряжение какое-то, вот там, на площадке, пожалуйста. А после этого люди всегда относятся друг к другу с уважением, дружат. Собственно говоря, наверное, именно такие отношения нам и надо развивать с Японией, со всеми соседними странами. Фестиваль проходит под лозунгом «Неизвестная Япония и неизвестная Россия». Японцы действительно сегодня узнали много нового. И судя по ажиотажу, казаки вне конкуренции. Справиться с казацкой плетью арапникам оказалось не так просто. Звучит странно, но даже у казаков есть общее с японцами. Шашка и самурайский меч-катана – единственные в мире виды длинноклинкового оружия, которые носят лезвием вверх, чтобы быстрее и удобнее атаковать. Великанский вопрос. Кто сильнее, самбист или каратист? Это зависит, прежде всего, от навыков конкретно каждого спортсмена индивидуально. Но если брать смешанное единоборство, то, я думаю, все-таки самбо сильнее. В начале прошлого века Япония подарила России дзюдо, которое легло в основу нового вида борьбы – самообороны без оружия. В начале века нынешнего теперь уже Россия делится опытом с японцами. Было очень интересно. В самбо много приемов, которых нет в каратэ. Это и захваты рук, ног, броски. Я подчеркнул много нового. Приезд в Японию – боевого десанта из России – беспрецедентная акция в рамках Перекрестного года, начавшегося в мае с московского саммита лидеров двух стран. После Окинавы дипломатия на татаме продолжится на основной территории Японии – в Осаке. Сергей Менгажев, Алексей Печков, Восточно-Азиатское бюро вестей, Окинава, Япония. Хочу, чтобы ты знал, ты моей семье не жалел, но я тебя не помил. Годунов. Премьера. Только на канале Россия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин